Дорогие друзья, приветствуем вас на разборе субботней школы с Заокским университетом. Мы продолжаем изучение Евангелия от Иоанна в цикле уроков четвертого квартала. Сегодня мы изучаем четвертый урок под названием «Свидетели Христа Мессии». Наверное, мы уже обратили внимание, что евангелист Иоанн делает большой акцент на служении Иисуса Христа как Мессии. И в этом уроке мы рассматриваем ряд свидетельств о мессианском служении Иисуса Христа. Вначале мы обратимся к опыту и свидетельству Иоанна Крестителя. Важно увидеть, как свидетельствует Иоанн Креститель об Иисусе Христе Мессии. И, наверное, особое внимание привлекает то, какое различие делает Иоанн Креститель между своим призванием и служением и миссией Иисуса Христа. Сначала ему пришлось ответить на вопросы, посланных к нему от иудейской элиты вопрошающих. Кто ты такой? Ты что тут делаешь? И он сразу сказал, я не мессия, мессия – это не я. Потом он говорит, может быть, ты или я, или посланный пророк какой-то, который предсказывали пришествие. Он говорит, нет, не я. Так кто же? Что нам передать нашему начальству? И он цитирует им, вместо того, чтобы отвечать им прямо, он цитирует им пророка Исаия. Причем он цитирует его немножко не так. Там написано «в пустыне проложите путь», а он говорит, «голос раздается в пустыне». Он находится в пустынных местах у Иордана. И там он говорит, вы должны приготовить путь к Господу. Да, действительно, Иоанн Креститель отвечает на вопросы. Прямо, прямо. И, конечно же, да, его ответы очень конкретные. И я уже вот упомянул вопрос, а в чем же Иоанн Креститель видел различие между своей миссией и служением, и миссией Иисуса Христа? Ну, он позднее расскажет о своей миссии, что я не жених, я друг жениха. Я тот, кто скажет, что укажет на жениха и скажет, вот жених идет. Всю славу жениху. А я должен умолиться и уйти в тень. То есть его отличие, он четко показал свою роль. Я тот, кто приготовляет путь миссии. Да? Да, Иоанн Креститель говорит об Иисусе как о том, кто идет за Ним, но при этом стоит прежде Него, то есть выше Него. Он говорит о том, что сам Иоанн, его миссия заключается в том, чтобы совершать крещение водой, крещение покаяния. Об Иисусе Христе он говорит, что он будет крестить Духом Святым. И здесь он подчеркивает, что хотя они совершают одно дело, но и их положение, и их природа, и их миссия, они все-таки имеют отличие. Еще как Иоанн возвеличивает Христа, да, он говорит о своей недостойности. Что дальше? Он говорит, я недостоин даже ремнёк его завязать. То есть насколько он умоляет себя и возвышает Христа. И те, кто вопрошал Иоанна, кто ты, миссия или нет, по сути он говорит, что нет, я вот только тот, кто будет готовить путь. То есть имя Иоанн, или еврейское Йоханан, достаточно популярное имя. Так зовут Евангелиста, Евангелист Иоанн, мы считаем Евангелие от Иоанна. Мы знаем апостола Иоанна, и некоторые отразделяют апостола Иоанна и евангелиста Иоанна. И Иоанн Креститель, да, то есть мы как минимум трёх Иоаннов в этом Евангелии встречаем, да. И не всегда понятно, здесь мы говорим, что речь идёт об Йоханане Хаматвиле. Кстати, имя Йоханан означает не что иное, как Бог милостив. Ну, интересно, что в Четвёртом Евангелии только Креститель упоминается по имени Иоанн. То есть мы больше не встречаем никакого другого Иоанна. Даже автор себя не называет. Да, и, собственно, получается, что он сознательно избегает вот этой путаницы, когда, если, например, у синаптических евангелистов Иоанн – это всегда Креститель, потому что там есть и другой Иоанн присутствует, то здесь только один Иоанн, и это по умолчанию предтеча. Иоанн Креститель говорит о своей миссии и говорит о том, что ему предстоит приготовить, исправить путь. Как это он делает? В чём вот суть этого приготовления, исправления? Во-первых, в народе должно появиться вот это ощущение, что пришёл древний пророк. Он носит специально такую одежду, он совершает ритуальное омовение, то есть какой-то обряд совершает, и проповедует покаяние. То есть призывает народ. То есть народ несколько так уже приготовлен к какому-то необычному явлению. И потом, кстати, Иисус сыграет на этом контексте разницу. Он говорит, вы пришли посмотреть на Аскета в пустыне? Он там входит в шкурах, он там плохо ест. А теперь смотрите на меня и говорит, вот друг, говорит, обжором и пьяницем. Любит и попить, и выпить, и поесть. И говорит, так кто же из них божий-то? И на этом контрасте играет. Ну это же всё равно, что петь похоронные песни, это весёлые. И говорит, ну вы всё равно не плачете, не смеётесь. Действий никакого нет. Очень интересная, на самом деле, задача стояла перед Иоанном. Мы знаем, что его служение было очень популярным. К нему стекался народ со всей Иудеи и из-за её пределов. И когда царь Ирод арестовал Иоанна, то какое-то время он боялся предать его смерти, потому что он был очень популярен в народе, и он боялся, что, в общем-то, может произойти восстание, если люди узнают, что он причинил ему такой вред и убил его. И Иоанн, достигнув этой популярности, будучи на пике, проповедуя покаяние, обращая многих людей, крестя многих людей, собственно говоря, он должен был впоследствии передать потом всё это Иисусу. То есть его задачей было указать на Иисуса Христа, как на того, кто является истинным светом и за кем люди должны следовать. То есть он, как мы сегодня сказали бы, малый свет, который должен указать на этот источник истинного света. Там два признака есть интересных. Первый признак, который он говорит, «Ты увидишь знак, сходящий на Иисуса». Голубь. Дух Святой в виде голубя. И Иоанн видит этот знак, он знает, что это знак Божий, и поэтому он два раза в первой главе звучит эта фраза «Вот Агнец Божий». Он говорит это, и потом он ученикам это говорит. То есть это фраза, которая, вероятно, здесь записана дважды, вероятно, он говорил это чаще. Да, мы видим, что Иоанн Креститель достойно выполнил свою миссию, несмотря на то, что он был популярным, но он этим не злоупотреблял. Он ушёл в тень, ушёл на задний план и указал на Иисуса Христа, как на Агнца Божья, ведь в его время было не вполне правильным представление об Мессии Иисусе Христе. Не всегда правильно понимали, кем на самом деле является Иисус Христос, Мессия. Так вот, Иоанн Креститель достойно выполнил свою миссию, потому что он указал на Иисуса Христа, как на Агнца Божья, который берёт на себя грех мира. И ещё, коль мы говорим об Иоанне Крестителе, который приготовил путь для первого пришествия Иисуса Христа, уместно, наверное, вспомнить о том, что мы живём в последнее время, во время Церкви Остатка, и миссия Церкви Остатка состоит в том, чтобы приготовить путь для второго пришествия Иисуса Христа, что вы скажете, в чём суть вот этой нашей миссии как Церкви Остатка? Вы помните, там Малахия по этому поводу говорит, что когда он готовит путь перед пришествием Мессии, то он должен в первую очередь повернуть сердца отцов к детям и к отцам. То есть в христианских семьях родители должны начать говорить с детьми. В этом смысле, выполняя, например, миссию образовательную и воспитательную миссию в семьях, мы так или иначе повторяем то, что должен делать пред пришествием Господа Иоанн Креститель, или люди перед вторым пришествием. Это вот один аспект. Интересно, что когда Иоанн ссылается на книгу пророка Исаия, а здесь мы читаем пророчество о Христе, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Богу нашему, всякий дол да понизится, всякая горада, холм да понвысится». То есть здесь пророк обращается к традиции, как готовили дорогу перед царём. Так, по сути, Иоанн говорит о том, что «я готовлю путь кому? Царю, который идёт за мной». То есть он уже представляет в народе на уровне понимания, восприятия верховной власти простому народу, он говорит о том, что идёт за мной не просто пророк, идёт за мной царь. И вот как принято говорить, что наша миссия, она такая же. То есть говорить о том, что народу сегодня, в это время, что придёт царь, истинный царь этой земли, для которого мы должны приготовить свои сердца, или изменить сердца для того, чтобы были готовы встретить царя. Ну и не только говорить, наверное, но и наш образ жизни должен свидетельствовать о том, что и сегодня можно жить, при ожидании пришествия Христа, можно жить нравственно. Нравственно, духовно. То есть в этом смысле мы должны служить нравственным и духовным ориентиром для окружающих нас людей. Да, Иоанн Креститель напоминал своим современникам, что пришёл миссия. Мы, как церковь остатка, должны обратить взор людей на то, что скоро придёт Иисус Христос уже не как миссия, а как уже было отмечено, как царь, чтобы положить конец грехам. Истории зла и греха на нашей земле. Север Тависович, там просто Иоанн Креститель, смотрите, какие вещи интересные. Он говорил о том, что солдатам. Он не говорил им, бросите службу. Он говорит, просто никого не обижайте, не используйте своё положение, не превышайте своих служебных полномочий. Священник говорил, выполняйте свои прямые обязанности, побуждайте нас к покаянию, к исследованию Писания, а вы не живёте так, не учитесь так, вообще плохо поступаете. Говорит, вы кто? Семя змеиное, змеи подколодные. Он просто их всячески чётко обозначает, что границы зла и добра. В этом смысле сегодня нравственные люди, они тоже будут честно, добросовестно выполнять свои обязанности, призывать к этому окружающих и показывать те критерии нравственности и веры, которые должны люди окружающие нас соблюдать. Мы уже неоднократно упоминали, что Иоанн Креститель указал на Иисуса Христа, назвав Его вот таким уникальным именем – вот Агнец Божий. Вот какой смысл вкладывал Иоанн Креститель вот в эти слова, провозгласив Иисуса Христа, назвав Его вот таким удивительным именем? – Латинское «агнус» или «агнец» славянское, оно, конечно, обозначает не что иное, как жертвенное животное. Мы бы сказали сегодня ягнёнок или барашек, да, по-русски. Это всё такие славянские слова. Которое приносится в храме годовалый барашек или годовалый ягнёнок, который приносится в жертву без пятна и порока, естественно, который указывает на заместительную смерть Иисуса Христа вместо нас. – Да, на самом деле, наверное, для современников Иоанна Крестителя этот образ был более понятен, чем для нас, потому что они всё ещё выполняли служение, которое было предписано в Ветхом Завете. Для них было понятно, что этот ягнёнок, о котором вы сказали, указывает на Мессию, на Спасителя, на Искупителя. И как раз Иоанн Креститель говорит, вот сейчас это исполняется в наши дни. – Мусульмане нас поймут, они на Курбан-Байрам приносят жертву, да? Почему интересно, что специально сейчас в самой Махачкале жертву не приносят. Они едут за город между Махачкалой и Каспийским, там есть специальный загон, или за Махачкалой, в другую сторону. И там в этих загонах есть специалисты, которые могут принести этот обряд. То есть там совершается это вдали от детей, по крайней мере. Но они понимают, что это ежегодный праздник, они это делают. – Интересно, если, ну скажем, объединить вот эту проповедь Иоанна Крестителя. Только что он представил людям, идущего за ним, как царя, и тут же он представляет этого царя как агнца, то есть который должен быть заклан. Вот, вообще, мне так представляется, что у людей… – Когнитивный диссонанс. – Да, полное непонимание было, как царя принести в жертву, да? – Ну, с другой стороны, Иоанн Креститель разговаривает при помощи таких символов, он такой символический товарищ, и всё, что он говорит, оно многозначно всегда говорит. Вот, и поэтому его, естественно, сразу его слова расходятся на цитаты, и вот, а вот Иоанн Креститель сказал, да, всё, и сразу все понимают, о чём идёт речь. – Да, в этом уроке мы разбираем различные свидетельства различных личностей об Иисусе Христе. И дальше предлагается посмотреть на свидетельства двух учеников. Это Андрея и Иоанна. – Тут немножко, у нас там в уроке приведены ещё цитаты из других книг Нового Завета. В частности, «Жизнь он свою отдаст, как выкуп за многих». В Римлян написано «Христос на значный час умер за людей», а 1 Петра, 2 глава «Ранами его мы были исцелены, телом вознёс грех наш». Вот, то есть, вот эти новозаветные свидетельства показывают нам, каким образом нам поднимать выражение «Агнец Божий». – Да, спасибо. Итак, мы говорим о призвании двух учеников. – Первых. – Да, двух первых. Это Андрей, его называют первозванным. – Первозванным. – Первозванным. – Первозванным. И Иоанн. Как они свидетельствуют об Иисусе Христе? Какой опыт они пережили в своём призвании? – Это были ученики Иоанна Крестителя, которые слышали его свидетельства об Иисусе. Они слышали, как он назвал его «Агнцем Божьим». Они слышали то, что он говорил о схождении Духа Святого на него. И слыша это, они последовали за Иисусом. Они пошли за Ним, они провели с Ним день в общении. И после этого дня, проведённого с Иисусом, один из этих учеников, Андрей, пошёл и разыскал своего брата Симона и сам стал ему свидетельствовать. То есть он сказал ему, мы нашли Мессию, мы встретили Мессию и привёл его к Иисусу. То есть он не просто ему рассказал об Иисусе, он привёл его к Иисусу так же, как сам он пришёл к нему, чтобы и Пётр тоже мог пережить этот опыт встречи и опыт общения. – У меня такой вопрос попутный. Вот там указывается время, то есть был какой-то десятый час, около четырёх часов пополудни, и до заката они пробыли у него, то есть часа два они у него пробыли там. Они пошли с ним, пробыли с ним часа два. Что означает обозначение этого времени в Евангелии Тайны? Почему там указывается, было тогда около десятого часа? Что это значит? Какой это смысл имеет в Евангелии Тайны? Это указание точного времени. Ну, вообще мы видим, что здесь вот эта первая глава, да, и начало второй главы, она делится на дни. То есть события происходят, и Иоанн описывает день за днём. – Как бы хронологию. – Да, то, что происходит. И некоторые по-разному высчитывают, и кто-то предполагает, что вот этот день, то время, которое они провели с Иисусом, либо остаток этого дня, либо вот уже около четырёх часов, то есть ближе к вечеру, это было накануне субботнего дня. То есть они встретили субботу вместе, и затем Андрей пошёл, чтобы найти своего брата. – Да, удивительно. И снова можно вспомнить роль и миссию Иоанна Крестителя. Ведь это вклад, можно сказать, Иоанна Крестителя. Он готовил этих людей, он готовил этих учеников и передал их дальше другому великому учителю Иисусу Христу. И Андрей и Иоанн стали первыми учениками великого учителя Иисуса Христа. – Павел потом скажет, один, говорит, сеет, другой поливает, третий, говорит, обзращивает всех Бог. То есть получается, что мы тогда жнём то, там, где не сеяли. – Да, дальше мы читаем об очередном свидетельстве. Свидетельстве других апостолов, других учеников. Это Филиппа и Нафанаила. Что можно сказать об их опыте? Вот какие аргументы личности Иисуса Христа, Иисуса Христа как мессии приводит Филипп Нафанаилу? – Да, интересно, что Филиппу Иисус предложил «пойдём со мной». Филипп вместо того, чтобы пойти с Иисусом, пошёл ещё одного искать. Он говорит, ну один не пойду, пойду товарища найду. И приводит Нафанаила. А тот в это время исследует Тору под инжирным деревом. Иисус говорит, вот он, человек, который под инжирным деревом исследует Писание. Прямодушный человек, прямой и искренний. И он говорит, как ты узнал? Ну вот, я видел тебя там, что ты лежал. – Получается, что призыв Иисуса к одному человеку оказывается стимулом для другого человека. Причём Иисусу не трудно указать обстоятельства, в которых тот наказался. Но он при этом указывает на духовный смысл того, что произошло. Он говорит, теперь перед вами открывается небо. Ну и когда он говорит об открывающемся небе и ангелах, сходящих и не сходящих, естественно, что он ссылается на опыт Иакова в Бетеле, как тот в Бефиле, Дом Божий. Он там увидел это небо открывающееся. Ну и помните слова Павла, которые говорят о том, что наша битва против духов злобы поднебесной. То есть вся земля как будто оккупированная слоем греховных сил, которые бьются за нас. А мы пробиваемся сквозь эту корку поднебесных сил и восходим к Богу с молитвами. И только с Иисусом теперь это будет легко. Интересно, что в опыте Филиппа соединяются два очень важных аспекта. Потому что как Филипп узнает вообще об Иисусе? И Иисус сам находит его. Он встречает Филиппа, он находит его, и он говорит, пойдем со мною. Когда Филипп общается с Нафанаилом, он ссылается на Священное Писание. Он говорит, мы нашли того, о ком писал Моисей в законе и пророке. То есть получается, что Филипп, он знал Священное Писание. То есть он изучал Библию. Он знал эти пророчества. И когда он встретил Иисуса, вот это все... У него сошлось. У него сошлось, да. И он понял, кто перед ним. И поэтому вот эти два аспекта, они всегда важны в духовном опыте человека. То есть важна личная встреча со Христом, но важно и изучение Священного Писания. Потому что если бы не было изучения Писания, на что бы тогда Филипп опирался? И к чему бы он апеллировал? И что в этой логике... В устретении человека он сказал, что он следует за мной. Наверное, в этой логике можно сказать, что у Нафанаила этого не было, раз он усомнился в том, может ли быть что-то... Он еще не встретил тогда Иисуса. Да, совершенно верно. И еще один момент. В Назарете не было известной раввинистической школы. То есть там, естественно, были раввины, которые в синагоге что-то делали. То есть они учили Иисуса читать и так далее. Но там не было известной раввинистической школы. Оттуда никакого доброго учителя, никакой доброй славы не было. Ну, не говоря уже о том, что там гарнизон мог стоять. Римский. И он говорит, может ли из того места, где нет школы, выйти учитель? Учитель должен от хорошего учителя быть. А учителя нет. То есть в этом смысле не Назарет бандитский город, а Назарет город, в котором нет никакой славы, захолустье. Я хочу обратить внимание еще на принцип, как Филипп быстро учится у Христа. Вот смотрите, тут они спрашивают, вот учитель, 38-й стих, где живешь, да, как бы, ну, хотим познакомиться с тобой, да. 39-й текст Христосом говорит, пойдите и увидите. Все. И они остаются с ним. И тут, когда он на Фанаилу говорит о Христе, тот начинает сомневаться, он говорит, все просто. Иди, посмотри. Иди, посмотри. То есть точно те же слова, да? Да. Вот она, как бы, принцип, да. То есть мы понимаем, что принцип Христа, он всегда работает. И нам не нужно много говорить, нам нужно просто показывать, вот, как жить по принципам Христа. Вот интересная такая школа есть в Америке, где они изучают Евангелие от Иоанна, изучают в течение, ну, в течение вот 20 дней, сколько глав, столько они изучают вместе. И в конце изучения они говорят, «Ну, теперь ты готов провести точно такую же школу для других?» Вот такая школа штурманов, она называлась, не помню, как называется. Вот. И они, 21 урок, чтобы подготовить, подготовить уже из тех, кому учили, завтра наставников. То есть передача, передача через Евангелие, передача истины Божьей. Да, мы видим, что первые ученики Иисуса Христа были благовестниками. Вот уже в процессе своего призвания они обретали вот этот опыт благовестника. И, наверное, это очень полезно для нас, как для благовестников Иисуса Христа в наше время. Мы здесь обратили особое внимание на личный опыт. Наверное, сегодня мы тоже этому можем научиться. чтобы наше благовестие было успешным, мы должны привести человека к личному опыту. Личный опыт может показать ему логичность учения Христова и роль Иисуса Христа как искупителя. Для этого у нас самих должен быть этот личный опыт. То есть мы видим, что Андрей пообщался со Христом, пошёл, нашёл брата и привёл его к Иисусу. То есть сложно привести человека к Иисусу, если прежде ты не провёл достаточно времени сам с Иисусом. Интересно, Нафанаил сомневался, что учитель не может быть из Назарета. И что он говорит первое? Ты точно учитель. Вот. Даже сын Божий, ты точно царь Израилев. То есть, а что ему сказал особенного? Вот я сразу вспоминаю первую встречу с Шерлоком Холмсом, когда он начинает рассказывать человеку, что вы там приехали поездом, вы приехали оттуда-то. А она говорит, откуда вы это узнали? Говорит, ну, видите, вот билетик, билетик вот здесь вот был. А он пришёл из-под инжирного дерева, вероятно, там листья были в руках Тора. И он говорит, ты под инжирным деревом сидел, Тор изучал. Он говорит, о, царь, учитель. А он как Шерлок Холмс, внимательно, наблюдательно, увидел этого человека, который действительно пришёл из-под инжирного дерева, с кускового, со свитком Тора. Я сейчас фантазирую. Ясно, что Иисус обладает сведениями, не отличая от выдуманного Шерлока Холмса, Иисус – это истинный учитель Израиля. Но обратите внимание, что его поражает осведомлённость в каких-то бытовых вещах. И он входит в душу к человеку и дальше открывает ему божественные истины. В беседе с Никодимом он говорит, я мог бы говорить вам о небесных вещах, но когда мы говорим о земных, вы нам не верите. Вот следующий свидетель – это Никодим. Да, именно да. Вот мы переходим и к Никодиму. В третьей главе мы читаем об особом свидетельстве Никодима. И вот удивительно, каким образом Никодим пришёл вот к такому убеждению. Вот мы читаем с первых текстов, третьей главы, что он пришёл к Иисусу Христу. Но ведь и он сделал определённые заявления о своих убеждениях. И, наверное, из его слов понятно, что он был не единственным, кто… Мы знаем, Бог тебя послал, ты уважаемый человек, ты Божьим путем мучаешь. Вот он говорит такой. Вот как так произошло? Почему у Никодима, учителя Израиля, в то время было вот такое убеждение, которое отличалось от общепринятого? Ну, всё начинается для Никодима, во всяком случае, наверное, во второй главе, потому что события эти происходят в Иерусалиме во время праздника Пасхи. И в конце второй главы мы считаем, что Иисус творил знамения, творил чудеса, будучи в Иерусалиме, из-за которых многие в него уверовали. Изгнание из храма происходило там, да? Да. Но написано, что Иисус себя им не вверял, потому что знал их всех, и он сам знал, что в каком человеке есть. И вот здесь начинается история Никодима. То есть говорится о том, что был человек, да, Иисус знал, что в каком человеке он себя не вверял этим людям, которые вроде бы поверили в него, но, видимо, вера их не была достаточно глубокой. И мы видим, что один из этих людей, он не просто обратил внимание на вот эти чудеса, а он пришёл к Иисусу, чтобы узнать больше. То есть для него то, что он видел, у нас первый урок начинался, знамения, указывающие путь. Вот для Никодима эти знамения действительно были знаками, указывающие путь. Они показали ему, что ему нужно пойти в определённом направлении. Он приходит ко Христу, и он начинает с ним общаться. Он ещё не понимает, кто это. Да, у него ещё представление, наверное, не самое верное о нём. Он говорит, уважаемый учитель. Да, но он уже начинает вести с ним... То есть он хочет узнать что-то большее. И вот это его отличает, скажем так, от того множества, да, от этой безымянной толпы, которая пришла, посмотрела, восхитилась и пошла домой. Но это происходит тайно, ночью, чтобы никто не знал. То есть интересно, что вот та же его желание, оно наталкивается на какие-то объективные для него причины, пока не раскрывать свою личность. Но он пришёл к Иисусу, сразу сказал ему, знаешь что, давай сразу поговорим о главном. Главное – это рождение свыше. Интересно, что, учитывая символизм, который присутствует в Евангелии от Ана, он говорит о свете, о тьме, о противоборстве. Никодим приходит ночью, но он приходит к тому, кто является истинным светом. Если это пасхальная ночь, то интересно, что потом, все, посмотрев на чудеса, пошли есть пасхального Агнца, которого ночью нужно было вкушать, а Никодим приходит к Иисусу, который является Агнцем Божиим, по свидетельству Иоанна. То есть он приходит для того, чтобы вкушать духовного вот этого Агнца, общаясь с ним. Да, мы уже отметили, что Иисус Христос говорит о главном. А что же главное? Что значит вот это рождение, о котором говорит Иисус Никодим? Тут предыдущее, смотрите, в конце второй главы написано, что они поверили во имя Его. Вот это само выражение во имя Его очень интересно, потому что Иисус пришел во имя Отца. Они поверили во имя Иисуса. Кто поверил во имя Иисуса, поверил в Бога. То есть на самом деле Иисус тот самый истинный путь, через который проходит дорога. И Иисус говорит, что для того, чтобы вот это все правильно понимать, необходимо родиться свыше. И Он говорит об этом, что это рождение от Духа, то есть от воды. В данном случае не Духа и воды, и в данном случае, может быть, пояснительным союзом, говорит, от Духа, то есть от воды. Вода есть символ Святого Духа. И, кстати, об этом же Иоанн написал в прологе, что тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть быть чадами Божьими. Носить Его имя. Да, которые от Духа родились. То есть вот здесь как раз Иисус и раскрывает Никодиму вот этот смысл рождения свыше. Вот когда мы сегодня говорим об усыновлении, усыновление как происходит. То есть человек оформляет документы на имя этого человека, то есть носит фамилию этого человека теперь. То есть он становится частью этой фамилии. В этом смысле мы становимся частью божественной семьи через веру в Иисуса. И Бог называет уже, вот Иисус, а вот его братья. И мы его братья. Вот мы приходим с ним, и как потом скажут об этом посланники евреям, автор, он скажет, что мы братья Иисуса, он не стесняется называть нас братьями своими. Усыновление происходит. Наверное, потому что Иисус Христос говорит о рождении. О рождении – это ведь начало новой жизни. Когда рождается человек, начинается новая жизнь. То же самое имел в виду Иисус Христос, когда говорил о духовном рождении, что человек должен заново родиться, должна начаться в человеке особая жизнь или же особый этап жизни человека, чтобы человек не просто жил, но чтобы человек духовно жил, жил с Богом. Наверное, что, изучая этот четвёртый урок о свидетелях, свидетелях Христа как Мессии, мы можем извлечь соответствующие уроки. И я хочу задать вам вопрос. Попытайтесь сказать нам, какие уроки вы извлекли для себя, потому что ведь мы с вами сегодня тоже являемся свидетелями Иисуса Христа. Там два сильных образа есть по беседе с Никодимом, о которых он говорит. Первое – ветер. Ветер дует, где хочет. Или дух дышит, где хочет. Он говорит, смотрите, мы видим ветер по тому, как он дышит. Сам ветер мы видеть не можем. Флюгер поворачивается. Видим результат, действие. Да, анимометр движется. Мы видим, как деревья колышутся, дым пригибается. Это действие ветра. Мы знаем, что вот он оттуда пришёл. А куда он полетит дальше, тоже не знаем. Он говорит, так Дух Святой действует непонятным образом. Но с нами происходят удивительные вещи, которые мы объяснить не можем. Так же, как с бронзовым змеем. Разве змей приносит исцеление? Но только взгляд веры мог вас исцелить. Вы поверите, когда меня увидите на кресте и исцелитесь. И дальше следует Иоанна 3,16. Бог любит мир. Вы можете поверить в Иисуса, единственный Его Сына, единственный единородный Сын. И тогда вы обретёте жизнь вечную. Не погибнете. Так, те, кто в него не поверят. И вот этот мотив веры неверия, он, наверное, является принципиальным. Смотрите, все те, о котором мы сегодня говорили, они все поверили. Да? То есть сегодня мы читали об уроках веры. Позднее мы будем читать об уроках неверия. Но пока сегодня нам в этих уроках говорит урок веры. Значит, нам просто нужно научиться у этих людей вере. для меня таким серьёзным уроком вот из этих отрывков прочитанных является тот факт, что мы не должны пренебрегать в нашей духовной жизни личными отношениями с Богом и изучением священного писания. Некоторые люди говорят, ну, зачем читать Библию, я могу общаться с Богом напрямую. Но мы видим, что это важно. И многие люди, которые встречались со Христом, они, тем не менее, не пошли за ним, и не увидели в нём Мессию. С другой стороны, были те, которые очень внимательно Библию исследовали. Но это не помогло им. То есть у них не было таких личных живых отношений со Христом. И, скажем, те же самые фарисеи, из которых происходил Никодим, позже он будет им свидетельствовать, он будет пытаться защищать перед ними Иисуса, потому что они, в конце концов, ему скажут, ну, посмотри и увидишь, что из Галилеи пророк не приходит. То есть ты что, Библию не знаешь? Да, они знают хорошо. Они знали хорошо, да, но, тем не менее, вот этого не произошло в их жизни. Поэтому здесь важно всё. Здесь важно личное живое общение. И здесь важно внимательное изучение священного писания. Я хотел бы отметить цитату, которая нам дана в конце урока «Желание веков» о Никодиме. Никодим перечитывал Писание совершенно по-новому, не ради отключённых рассуждений, но для того, чтобы обрести новую жизнь. Как только он подчинился водительству Святого Духа, он начал созерцать Царство Небесное. Вот Никодим, вернее, Христос направил разговор так, что Никодим задумался о рождении свыше, да, вот что-то такое рождение свыше. Может быть, до этого он так глубоко не думал об этом. Ну, как-то вот... Он и возразил, говорит, как можно родиться замужем. Они, может быть, среди учителей, начальствующих, беседовали об этом, ну, как бы вот в разговоре. Но чтобы серьёзно об этом задуматься и понять смысл, да, вот этого рождения. Потому что новое рождение – это в основном для празелитов, это для язычников, это не для фарисеев. Мы давно уже верим, мы уже всё знаем. Мессия же наш, национальный, да. И вот дальше в этой цитате она говорит о вере, что вера на самом деле, да, не является нашим спасением. Сама по себе вера – это рука, которой мы держимся за Христа. То есть вот, хотя с другой стороны, Христос нам неоднократно говорит о значимости веры, да. Он говорит, приду на землю, найду ли веру на земле. Но вот вера, воплощённая, да, вот в это свидетельство, да, свидетельство Иисуса Христа. То есть если я верю про себя в сердце и размышляю о Христе, то это, скажем, большой пользы не принесёт. А вот хотелось бы, чтобы каждый из нас вот так изучал Писание, да, с вот этой мыслью, что значит рождение свыше, как мне родиться свыше. Итак, сегодня мы изучали и разбирали четвёртый урок «Свидетели Христа Мессии». Пусть Господь благословит нас и поможет, чтобы сегодня, живя в XXI веке, мы были свидетелями Иисуса Христа, чтобы в нас произошло рождение свыше, чтобы мы выполнили то дело, которому призвал нас Господь, чтобы мы, как Церковь Остатка, сегодня выполнили своё предназначение, приготовили путь для второго пришествия Иисуса Христа. Пусть благословит Господь вас в этом служении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова